Валерий Фольков Через несколько дней Помните, как я распинался Как я, целую программу перед ним Чем надо науке заниматься Наука залезла в такой тупик Они должны, даже меня вот сейчас Если кто-то включит, тут же выключить От обиды, кто-то в железе замерит Какой тупик Они даже знают, в какой они тупике С их микроклонированием Карликами, колоннами И даже с ГМО Помните, мой этот Карлорадский жук сожрет Картофель и сдохнет А мы этот же картофель Сожрем, мы не сдохнем Нет Это вот и есть наука Так вот, эта девушка Я сейчас на нее, знаете, как Ставку сделаю Приятно посмотреть, во-первых Симпатично все Сейчас так принято Сейчас королев красоты Руководители везде всюду берут себя в зал Обычно в это Близкие замы Но если назначили Фолькова Министром образования Я тоже перед ним расстилался Тоже целую программу Вспомните То, чем должна наука заниматься Я больше он и сейчас этого не знает Чем они должны заниматься На самом деле Теперь это Заместитель министра А почему я вам показал Сейчас скажу ниже Вот, почему Это не так Не пустяк Это замминистра Науки Это вам не министр Там сельского хозяйства Где лес рубят И больше ничего не умеют То есть Не сельское хозяйство Допустим Ну, для лесного хозяйства И прочее Вот И этот Не министр транспорта Где он не обязан знать Как устроен карбюратор В автомобиле Вот идем дальше Значит, где-то Паспудно Я буду с ней разговаривать У нее зовут Елена Санна Ой, нет Елена Сергеевна Это у меня привычка Вот, значит Елена Сергеевна Это вы Представьте себе Вот Наука Она вроде бы Ни при чем Представляете Дерьмо Отходы Все это Бумага Железо Стекло Везде и всюду Вот Страна загажена До предела Если задыхаются Поселки Если объем Гигантский Не просто большой Это в нашей Малочисленной стране В других странах Еще больше Да Дошло до предела Я все Кто про что Все вы Пробаню Я все Про эти самые Вот Сделал Закончил Видели Переполненную Мой Этот самый Яма Следующая яма Вот она Она будет Закопана Навсегда На миллионы лет Ну, археологи Раскопают Посмотрят Это самое Не сохранилось Там Это Что-то Стекло Якобы Четыре тысячи лет Разлагается Мне говорят Ой, как ужас Пусть лежит Пусть лежит Вы хотите Собирайте стекло И это Господа ученые Вы должны Нести Свою лепту Вот А делается Так Приглашается Лист И брифим Пусть это будет Эта дама Вот Она по связи С общественностью А я Кто И вот Представляете Смешно Казалось бы Но это тема Наиважнейшая 23 миллиона Вот таких ямах И так Каждый год И все И вся проблема Решилась Хотя бы Наполовину Потому что Есть еще Десятки миллионов У которых Нет Ни дач Ничего А следующая проблема Здесь и рядом Растет Надо людям Землю Раздать В конце концов Они дом Построят Ведь мы Последим Какую карьеру Можете сделать А у вас Окажется Есть ум Соображалка Вот о чем Речь идет Что это Обращение К новому Замминистрам Науки Дружининой Да Елена Сергеевна Руководитель управления Стратегической коммуникации Руководитель Стратегической инициативы Узнаваемость По проекту Повышение глобальной Конкурентоспособности Российских университетов Берем Университеты Вот этого направления Гуманитарного Ну например Те же самые Биологические факультеты Вот И вдруг Вы берете И создаете Кафедры садоводства А там Садоводство Уже все изучено Берем дерево Если мы Искалечим Мы продлим ему Рот То есть Возраст Мы получим Здоровье А если Искалечим А нескалечим Ничего не будет И вот Вы все это То есть Вернете с головы На ноги Так Кто Стратегическая инициатива Она и есть Стратегическая Вы берете И говорите Меняем программу Ну Честно За основу Новой программы Это Факультеты Садоводства Это программа Железа Само собой Автоматов Иначе их можно не открывать Только деньги угостить И второе Каждый выпускник Предъявляет Сад Подносящий сад Пять лет за глазах Хватит Вот А так как Придется Где-то что-то доставать Вот тут окажется Автосибирки окажутся Нужны невероятно Вот Дальневосточные должны Эти самые Груши Сливы Китайские Да и усурийские Вот Все 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 это Придется Настоящей работой Заняться А иначе Откуда Сад то у него Возьмет Ста Смотрим дальше Наука Рядом с наукой Существует Дикое Страшное Невероятное Мошенничество Оно Настолько Сильно Значит Система Была Отлажена А потом Разрушена Отлажена Была так Институт Создал Новый Сорт Опять Песики Тычинка Вспоминайте Презервативчики Ножничками Выстригли Эти самые Тычинки Чтобы И все это В количестве Десятки Тысяч Потом Когда дерево Растет А его И уничтожают В прямом смысле Если вдруг Случайно Где-то Какое-то Выжило Ну Ведь Есть же Среди них Много Людей Ленивых Сказали Калеч А он Не стал Смотришь Получился Сорт Его Это на регион Обычно Несколько Соседних Областей Примерно Похоже По характеру Дальше нельзя Дальше Дальше Еще морознее Дальше Еще теплее Дальше Сырее Дальше Суши Но на 2-3-4 Области Работает Это ГСУ И наконец Выдают на гора Прекрасный Сорт Который Прошел Все испытания И их Калечения И передается Плодопитомник Они были Государственные А там Способ Прививки Вспоминаем Ну нет В книгах пишут И про такую Прививку И про эту И в косой срез И под кору И в пень И в расщеп И это И в скелет Все правильно Но Там где Массовая Работа идет По выпуску А это же Все выпускается Нам И мы покупаем Покупали по божеской цене И вся страна Должна была быть Полностью покрыта Этими самыми Садами Уже Потому что Они Каждый питомник Штамповал их Тысячами От них был заработан Ну пусть советская Пусть там На зарплате сидели Там Скромные 150 рублей Или 200 Может получали Простые работяги Вот Но Все это штамповалось И в какой-то степени Оно все шло в дело Недостатка Страшный был какой Хочешь Не хочешь Надо иметь Маточный сад Маточный сад Иметь Значит Надо иметь Каждую почку в дело Отпускать Каждую И вот Когда почка Вот Взял сюда Вот Вживил почку Она растет И подвое растет И на эти просторы Нужно вот такие Вот Это самое маленькое До таких Отрезать И уже Потом Когда почка Вживала Отрезали И получили Калеку Что-то еще Ваша работа Ваша работа В направлении Наука Она большая Вот А ваши связи С общественностью Вы должны знать Про меня Про моих друзей Питомник есть И питомника Вроде нет А количество Вдруг резко Выросло От саженцев В продаже Покупая их За рубежом А покупая 90% Сейчас По моим понятиям 95% То есть Практически все Сама наука И вот ваши Выпускники Ирина Сергеевна Ваши Подчиненные То есть Каждый студент Это ваш Так сказать Знать о том Что он должен уметь Выращивать Он кстати До сих пор Ни один не умеет Какие красавцы Это Где же А продавец Это же у нас же Правильно В России Да еще Колновидные абрикосы Они не знают Ваши ученые Что Эти Грибы Это наши Друзья Часть Это не враги Которые нам уничтожили Та же как муравьев Колновидных абрикосов На свете нет Вы потом Проводить Боссовещание будете С умным видом И скажите Вы занимаетесь Чем-то На свете Есть хоть Один колновидный Хоть один колновидный абрикос Если кто-то Хоть краем уха Прожили Вот слышь Он скажет На штамбе Больше одного Двух лет Абрикосы Не плодоносят На штамбе А колновидный абрикос Подождается Штамб И даже не скелетные ветки Даже не вертикальные Скелетные ветки А штамб Нету абрикосов Но Кто-то скажет Где-то Это Все-таки Ну раз на рынке Есть Значит есть Вот это Ваш уровень науки Захожу Нажал Нажал И что увидел Ну правильно Я увидел Что оказывается Есть За 749 рублей Вот эту Вот продают А что же Не продают Кстати Абрикос память Лойка Это значит Белорусский Лойка Это Выдающийся Белорус Абрикос Августин Это ж Надо же взять Фотографию Сибирского сада Железова Видите Вот вам пожалуйста Это я вам говорю Вы понимаете Что Пока вот это Не будет запрещено Вот это Все вранье И только из-за того Что вы украли фотографию Вы попали Мне под Это Под мою руку Поняли Да Воровать Так воровать Фотографию Видели Теперь вы знаете Что Вот у этой фирмы Ни хрена Своего нет Есть саженцы Которые пытаются Перепродать Видите Вот И для этого Они еще называют Это колоннами Вот этот пример Привел Так Саженцы Плодово-ягод Выносливое Крепкое здоровье Высокая выраженность Это прям вот Яндекс Нажимаешь Да Вот Са-ду-ра-ла Вы видите Очень солидное Чего-то только не выращивает Вопрос Где У вас Маточный сад Я сколько раз Уже спрашивал Что тут Это вранье Вот он и Крым Саженцы яблони 200 рублей Посмотрел Где находится Щелково Семена Сибирский сад Ну стоит взять И написать Сибирский сад Уже вся Сибирь Должна в очереди Стоять за ними Так нет Убрали фотографию Помните С моим логотипом Тут же надергали Другие И опять угадали Из шести фотографий Раз Два Три Мои Это с моего Фотогалереи Вот Заглядываю сюда Саженец Вишни Как Посмотрите Что интересно Вишня Быстрян Быстринка Откуда же мне было знать Железов Когда я делал Эту фотографию Эту фотографию Я делал Что это Вишня Быстринка И где Я посмотрел Потолок Название есть А почему я должен верить Что это все Стало тоже Вроде Дошло до того Что наворвали Мои фотографии Так Одна моя Блогерша Популярная Сказала Валерия Костянович Пришлите мне Ваши фотографии Я сделаю музыкальный Фильм Красивый Вот Ну я и высыл Она недалеко живет Интернет Интернет Она говорит Нельзя Почему Они есть Интернет Так они Мои Она говорит Нет Уже Они ваши На чужих Сайтах Что я Придумал У меня есть Целый Этот Как он Называется Целая Папка И там Вот Включая ее Пока Все Нет За несколько Лет Взял И фотографировал С экрана Фотографировал 22 сентября 19-го года Это чтобы не думали А эта фотография Была сделана Лет 12 назад Это Придлится Седьмой год Вот И до сих пор Пользуется спросом